Как определить маменькиного сынка и стоит ли с таким мужчиной строить отношения? Слово, главное слово, не за ним, не за его женой, а за его мамой. Он не спорит, он готов признать свою неправоту. Ну моя же мама не лезет в наши отношения? Да, ты слушаешься маму во всем. О, он со мной не спорит, значит я для него важна. Можно ли изменить маменькиного сынка? Привет, меня зовут Ярослав Самойлов и я психолог. И прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и обязательно смотрите это видео до конца. Знаете, читая ваши вопросы в своем инстаграме, я могу сказать, что тема с мужчинами, маменьками, сынками, она всегда актуальна. Была, есть и будет. Я так понимаю, что большинство женщин до сих пор не понимают, как определить такого мужчину, как он себя ведет, чем это чревато, можно ли изменить маменькиного сынка, можно ли его сделать лучше. И, соответственно, вы смотрите это видео и здесь есть несколько типов женщин. Просто тем, кому интересно, или же те, кто уже находится в отношениях с маменькиным сынком, либо те, кто на этапе какого-то первого этапа общения с маменькиным сынком, либо вы уже разошлись с таким мужчиной и вы хотите в будущем не совершить таких ошибок. Итак, кто такой мужчина маменькин сынок? Это мужчина, у которого на первом месте не он сам, не его женщина и даже не его дети, даже если у него уже есть семья, либо была. А на первом месте его мама. Смысл его жизни это мама. Слово, главное слово. Не за ним, не за его женой, а за его мамой. Какая женщина важнее? Его жена, которая родила ему детей прекрасных, либо ребенка, либо его мама. Конечно же, мама. Номер один это мама. Заранее скажу. Если ваши религии как-то по-другому и, например, то, что у мужчины на первом месте мама, тогда не нужно смотреть это видео. Потому что я не хочу перечить ваши религии. Это скорее видео для тех, у кого в религии по-другому. Почему так происходит у маменькиных сынков? Как так сложилось, что на первом месте у него мама? Потому что мать его так воспитывала. Потому что психологически мать сделала его своим либо психологическим мужем, либо своим психологическим отцом. Как это происходит? Часто, когда отец рано ушел из семьи, либо мать развелась с ним, либо что-то случилось там, да, тогда женщина осознанно или неосознанно решает, что я сделаю, воспитаю настоящего мужчину. И она сама того не замечая, она воспитывает, как бы пилит так мужчину, делает так, чтобы он с ней был не разлей вода. Тогда для нее это гарантия, что этот мужчина ее никогда не бросит. Например, муж ее бросил, а вот этот сын никогда не бросит. И она его зачастую не специально так воспитывает. И поэтому у этого сына он психологически смотрит не вперед в свое будущее, а он затылком смотрит в свое будущее, а глазами смотрит назад на свою мать. И он перед матерью своей испытывает чувство вины и чувство долга. То есть он убежден, что он маме должен, он испытывает чувство вины, что он виноват. И если у мамы плохое настроение, если мама чем-то недовольна, либо мама болеет, значит у этого мужчины внутри происходит трагедия, да, и он готов все бросить и бежать, спасать маму. И часто такие мамы, они именно этим и манипулируют. Они и болеют специально, и прикидываются, и обижаются, и прикидываются, что с ними что-то не так, потому что они знают, что это рычаг влияния на своего сына. И, конечно же, эта мать испытывает чувство конкуренции к девушке, либо жене этого сына, этого мужчины. По-честному, она не очень-то заинтересована в счастье сына. По-честному, ее поведение эгоистично. То есть она так себя ведет, чтобы получать внимание сына. Если бы она была действительно заинтересована в счастье сына, тогда бы она бы его отпустила вперед и занялась бы своей жизнью. Но для нее отпустить сына, это равно стать одинокой и никому не нужной. Она, конечно же, этого не понимает и не осознает. Конечно же, она не работает над собой, и поэтому она действует неосознанно. Вот ведет себя так, как ведет. Такое поведение мужчины, то, что у него мать на первом месте, бывает сразу непонятно. Особенно сразу это непонятно неосознанным женщинам. Особенно это сразу непонятно женщинам, которые не работают над собой, которые не развиваются, которые не проходят хорошие тренинги по развитию себя как личности, по развитию себя как женщины. А я скажу, что тренинги по бизнесу, это не развивает вас как женщину или как личность, это развивает вас как вашу сторону бизнесовую, да. Поэтому заранее это незаметно для таких женщин, и это, так сказать, всплывает только потом. И часто это кажется даже привлекательным, что, блин, ну у мужчины такие теплые отношения с мамой. Он так беспокоит за свою маму, он так хорошо относится к своей маме. И у многих женщин тогда ассоциация, но если он с мамой так относится, если он о маме так беспокоится, если он к маме такой внимательный, значит, скорее всего, и ко мне он будет так же относиться. Это же круто. И большинство женщин видят в этом только плюсы и не замечают многих минусов. Нужно понимать, что эти мужчины на этапе ухаживания, на этапе конфетно-букетного периода женщины, они очень внимательные, они очень теплые, они очень эмпатичные зачастую, да. Они очень хорошо ухаживают. Откуда эмпатия, откуда теплота, откуда вот эта внимательность? Потому что контакт с мамой, да, когда у человека хороший, ну, так сказать, теплый контакт с мамой, тогда и человек теплый, тогда и человек эмпатичный. И маминкин сынок, там есть эта теплота, но также есть там слишком тесная связь, слишком тесная связь с мамой. Но это уже потом, потом это уже проясняется. А на первых этапах это выглядит как внимательный, классный мужчина, эмпатичный. Весь такой теплый, хороший, заботливый о маме. Такому мужчине часто с женщинами легче дружить, он с женщинами находится больше взаимопонимания. Да, такое ощущение, что он знает про женские потребности, такое ощущение, что он такой, знаете, в хорошем или плохом смысле услужливый. Он этого мужчину не пугает, не пугает, когда женщина с ним груба. Да, этого мужчину не пугает, знаете, есть женщины, которые такие мужественные, да, так сказать, с отросшими яйцами, грубоватые. И этого мужчину такие женщины не пугают. И женщина думает, вот, он меня принимает такой, какая есть. А почему он ее принимает? Потому что ему эти женщины очень знакомы, он с такой женщиной вырос. И он не понимает, что в этом плохого. Он не видит те минусы, с которыми он столкнется дальше, с теми конфликтами, с которыми он столкнется дальше. И этот мужчина в какой-то степени послушный, он послушный, он не спорит, он готов признать свою неправоту. У него такое ощущение, знаете, нет вот этого эго. Он соглашается с женщиной, он с ней не спорит. И женщина говорит, о, он со мной соглашается, о, он со мной не спорит, значит, я для него важна. Но что происходит потом? Потом оказывается, что да, его мнение для тебя важно, да, он с тобой соглашается, да, он тобой восхищается, какой бы ты ни была. Но есть проблема, что есть женщина, которая восхищается еще больше. Есть женщина, для которой он еще более послушный. И эта женщина мать. И потом происходит конкуренция. Эта женщина видит в матери конкурентку. И мать видит в дочке, ну, точнее, в жене, в женщине, в девушке, видит конкуренцию. И они конкурируют друг с другом. А когда вы конкурируете с матерью, для этого мужчины это частичка его самого, да. Мать главная, да, мать для него важнее, чем он сам, и вы с этим конкурируете. Для него это все равно, что вы конкурируете с ним самим. И поэтому вы должны понимать, что если вы в таких отношениях, тогда вы строите отношения. Это, по сути, любовный треугольник. И вы строите отношения не только с мужчиной, вы строите отношения с ними двумя. И если вы хотите, вас еще ничего не испугало, и вы все равно пытаетесь как-то это все поменять, тогда вы должны понимать, что вам нужно с мамой во всем соглашаться. Мамой нужно восхищаться. С мамой нужно не спорить. Маме нужно давать признание, да. С мамой нужно вести себя, как с каким-то крутым мужиком. Ну, крутыми, я сейчас говорю, утрированно, в таком гиперболизированном смысле. И тогда она не будет видеть вас конкурентом. И тогда как-то у вас будет в этом любовном треугольнике более тепло. Если вы мне спросите, а можно ли поменять маменьки на сынка? Пока что я знаю только случаи, когда мужчина сам считает это нужным, меняться. И зачастую он это считает нужным только когда он сталкивается с кризисом, со сложностями в жизни, а не когда ему какая-то женщина рассказывает, что ему нужно меняться. Зачастую в больших случаях эти мужчины не меняются, они остаются такими по жизни. И в этом сказать что-то плохое, это его выбор, это его жизнь, и это тоже ваш выбор. Связывать себя, свою жизнь с таким мужчиной или нет. Также я хотел бы обратить внимание на девушек, которые притягивают маменьки на сынков. Обратите внимание на то, какие у вас отношения с вашей мамой. С вашей мамой. И понимаете, женщины эти часто обвиняют этого мужчину, что у него слишком тесная связь с мамой. Да, ты слушаешься маму во всем. Ты, для тебя мама важней. Но что я часто вижу из своего практического опыта, что у этой женщины очень похожие отношения с ее мамой. Просто ее мама не лезет в их отношения. Но у этой женщины часто тоже тесная связь с мамой. Эта женщина тоже не сепарирована, не отделена, не разведена со своей мамой. Зачастую, эта женщина тоже выступает спасательницей своей мамы. Она тоже выступает, знаете, часто таким отцом для своей мамы. Такой старшей дочерью, которая маме там плохо, одиноко, она спасает маму. Но ей кажется, ну моя же мама не лезет в наши отношения, поэтому у меня все нормально. А вот у них плохо, потому что мама его лезет в наши отношения. Но если вы хотите это менять, быстрее всего вам нужно наладить отношения со своей мамой, сепарироваться от своей мамы, повзрослеть. И тогда будет либо меняться ваше отношение с этим мужчиной, этот любовный треугольник. Либо вы поймете, что вам не по пути, но вы не будете от него зависимы эмоционально. Возможно, у вас есть вопрос, как же это поменять, да, что же делать, как же сепарироваться с своей мамой, как взаимодействовать с его мамой, как взаимодействовать с таким мужчиной, либо как найти в себе силы, чтобы развести, чтобы уйти от этого. Тогда я вас приглашаю на бесплатные вебинары, бесплатный курс, который называется «Мужчина. Честная инструкция по применению. Без драм и манипуляций». Шесть вечеров, абсолютно бесплатно. И поверьте, то, что вы там услышите, вы, даже если вы проходили какие-то платные программы, я вам гарантирую, что даже на моем бесплатном курсе вы услышите то, что вы не слышали на других, даже платных программах, не говоря про какие-то книги, либо другие видео на YouTube. Поэтому прямо сейчас под этим видео кликайте по ссылке и записывайтесь бесплатно. Я вас приглашаю. Если это видео было полезно, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и пишите ваши комментарии, насколько полезно и ценно было это видео.